В эти минуты глава правительства Дмитрий Медведев проводит рабочее совещание по ситуации в угольной отрасли на шахте Листвяжины в городе Белово. А чуть ранее премьер встретился с горняками шахты «Комсомолец». Там в конце июля произошло возгорание. В результате были эвакуированы более 90 горняков. Происшествие обошлось без пострадавших, однако шахта не работала целую неделю. О том, как сегодня прошла встреча, по телефону нам рассказала Валерия Ермак, главный редактор новостей на телеканале «Мой город». Когда Дмитрий Медведев приехал на шахту «Комсомолец», его уже ждали горняки, часть из которых только вышли из-за боя. Вопросы задавали разным. Глава правительства, в свою очередь, поинтересовался зарплатой горняков. Поднимали вопрос наболевшей, почему перевозки угля обходятся дороже самого черного золота. Дмитрий Медведев говорил, что по просьбе губернатора Омана Тулеева он уже один раз решал этот вопрос. Но так как компаний-транспортировщиков много, вагоны ходят по рожнякам. Председатель правительства подвещал помочь и на этот раз в решении этой проблемы. Кроме этого, задавали вопрос о переселении с подработанной территории. Говорили о повышении пенсии с шахтером. И наболевшим оказался вопрос о скоростной трассе от Кемерова до Ленинска-Кузнецкого. Послан шахтеров, благодаря этой дороге, они смогут добираться до работы не за полтора часа, а за 40 минут. Попросили помочь ему закончить ее строительством. По земле нет вопросов. Нет вопросов. Но даже все равно же надо где его, ему же должно понравиться, посмотреть. То есть с каждым индивидуально будем работать. Ну и, пожалуй, немало впечатлений оставило прибытие премьера Дмитрия Медведева на вокзал в Тапках, где он очень много эмоций вызвал у продавца магазина, купив у него влаг и жевательную резинку. Отмечу, что Кузбасс – это лишь часть рабочей поездки Дмитрия Медведева по городам Сибири. На этот раз премьер-министр перемещается по стране на спецпоезде, и о своем путешествии он пишет в Твиттере. Здесь же фотоотчет. Вот вокзал глазами премьера в Томске, а вот уже тапки. Сегодня ночью Дмитрий Медведев отправится в Новосибирск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова